Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Йорган Фридрих Овербек Немецкий художник, график и иллюстратор Родился в семье потомственных любитских юристов Отец христиан Адольф Овербек Помимо юридической деятельности Был каноником, священнослужителем Заседал в городском сенате Занимал должность бургомистра и писал стихи То есть достаточно состоятельная семья родился в Ридрих Учился рисовании у Йозефа Николоса Перуа Затем обучался в Венской академии изобразительных искусств Но через некоторое время недовольный Превладавшим в академическом обучении классицизма Бросил учебу вместе с Францем Фором и Людвигом Фогеном И отправился в Рим Еще в Вене со своими друзьями Они создали по образцу средневековой гильдии Святого Луки Союз Луки Творческое объединение художников Посвятивших себя христианскому обновлению искусства Вквозь призму нового прочтения Старого итальянского и немецкого искусства Я цитирую переводную в Википедии К Союзу присоединились Филипп Фейт, Питер фон Корнелиев В апреле 1813 года Айербек перешел в Телецизм Изначально художников называли Назарейцами Это группировка немецких и австрийских художников Написано опять же в Википедии художников-романтиков 19 века Пытавшихся возразить манеру мастеров Средневековья и раннего Ренессанса Известны полотнами на христианские, исторические или аллегорические сюжеты Стилизованными под итальянское искусство 15 века Группа получила признание в 1816-17 годах Выполнив роспись дома Бартольди Резиденции прусского посла Якова Людвига Соломона Бартольди В работе над фресками по мотиву легенды об Иосифе Участвовали Вербек, Корнелиев, Фейт и Великелем фон Шатов В настоящее время фрески хранятся в старой национальной галерее в Берлине Глубоко верующий человек, воспринимавших друзьями И многочисленными учениками как патриарх А Вербек до конца своей жизни оставался верным консервативным идеалам своей юности Несмотря на то, что религиозная живопись поздних назарейцев Уже давно потерялась на фоне позднего романтизма, реализма О его значимости в церковных кругах говорит личный визит Папы Пия IX в дом Вербека в Риме Зять Вербека, римский скульптор Карл Хоффман Создал эпитафь Авербеку в римской церкви Сан-Бернандо Что еще написано? Написано, что Фридель Хавербек и Петр Корнелиус считаются основными представителями художественного направления Пытавшиеся обновить немецкую живопись в религиозном духе Творчество лидеров назарейцев Фридель Хавербека продолжает привлекать внимание И заметный интерес среди ценителей искусства, отражающихся в большом количестве публикаций И крупных выставок во Франкфурте, Риме, Мюнхене, Любике Работы Авербека составляют основу Любекского музея Минхаус И вот сейчас я перечислю награды и звания Почетный член Римской Академии, Святого Луки, член Венской Академии Орден Святого Михаила за заслуги Пет Баварии Член Флорентийской Академии, член Берлинской Академии Член Академии художеств Антверпена Умер Авербек 12 ноября 1869 года в возрасте 80 лет Вот и все, что мне удалось найти о Фридрихе Авербеке Немецком художнике, графике и иллюстраторе Смотрим картины Пока-пока, до свидания Субтитры подогнал «Симон»